Открытый диалог о проведении чистых выборов. Это не просто возможность на равных участвовать в выборном процессе. Это действительно должно быть девизом каждого гражданина. Не поддаваться на провокации, не продавать свой голос, несмотря на какие-либо давления. И каждый гражданин должен быть уверен, что законодательство в нашей стране работает. У нас будут чистые выборы, выверенные, выдержанные соблюдением всех норм текущего законодательства. И при этом было жестко указано, чтобы государственные администрации, руководители районов, а и легкие областей, чтобы они четко выдерживали, соблюдали текущее законодательство. Они будут строго караться. Мы сами заметили, что в последнее время принимались резкие меры, кардинальные меры по искранению использования административного ресурса, по использованию незаконных методов для проведения выборов. Идут везде встречи. Народ сами начали организовываться. Во всех областях, районах образовались группы по проведению чистых и чистых, честных выборов. С введением более жестких, как технических, электронных и законодательных возможностей исключили нарушения выборного процесса. Такие, как массовый подвоз людей, карусель, когда один человек мог проголосовать несколько раз, вброс бюллетеней и не только. Но появляется другая система того же подкупа избирателей. Причем есть факты того, что людям перечисляют деньги за голоса на электронные кошельки. Все это пресекается и жестко карается законом. Полностью исключать подкуп, полностью исключать адморесурс и этим самым добиться консолидации нашего общества. Вот сегодняшнее мероприятие, которое назвали ТЕЧДУВЕ, где различные политические группы, силы, представители научной интеллигенции хотят выразить свою идею, свое мнение народу, что мы проведем и построим развитый Кыргызстан. Проведем впервые в истории беспрецедентные чистые выборы в Кыргызской республике. За это радует и президент Кыргызской республики. Политическая стабильность – главные условия развития государства. Это тема форума, где участники обсуждали и предыдущий опыт проведения выборов и возможности действительно провести их честно и прозрачно. Сегодня пришла научная интеллигенция, которые хотят выразить свое согласие с той политикой, которая проходит сегодня в стране, и выразить свое мнение и обратиться к народу. Потому что это очень важно, чтобы народ слышал научную интеллигенцию. И с научной точки зрения они хотят обосновать, почему так важно именно политическая стабильность для дальнейшего развития страны. Важно придать большое значение задачам по формированию в обществе нетерпимости к любым проявлениям коррупции и развитию граждан чувства уважения к верховенству закона, отметили участники форума. Надо прекратить две вещи. Уважаемые или неуважаемые богатые прекратить издеваться над бедным народом, раздавая деньги. Второе – это обращение к народу. Прекратите продаваться. До каких пор будете продаваться? Вы не товар, вы бесценное существо на этой земле. Вот в этом заключается наш сегодняшний форум. Сегодняшняя беседа о том, что мы вспоминаем молодежь, мы вспоминаем о том, что Кыргызская нация – это великая нация, о том, что мы вспоминаем свои корни. Это сегодня нужно. Такие встречи должны быть. Наверное, сегодня такой формат очень маленький, но вот эти форматы должны быть более расширены. И свое мнение должна еще молодежь сказать. И я думаю, что разных направлений люди должны высказать свое мнение о той ситуации, которая сегодня есть. Также другие участники форума отметили главную ответственность общества по сохранению и укреплению государственности. Для достижения предпринимаются все усилия по проведению самых честных и справедливых выборов в истории Кыргызстана.